Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. И снова в моих новостях бушкрафт из стальки О1. О1 это сталюка, которая практически неизвестна на рубежах нашей родины, имеет твердость 60 единиц, примерно от 59 до 62 ее обычно калят, и она чертовски плохо держит коррозию, она зараза ржавеет. Но тем не менее в мореудаленных районах мира из этой стали делают много интересных ножей. Например, вот этот бушкрафтик. Называется он Fieldgrade, стоит он 185 долларов и собран он опять с рукоятью на G10. Да практически уже большинство фуллтангов все чаще и чаще собираются на G10, потому что это практично, не боится воды, не боится нагревов и в принципе красиво. Странный момент, не понимаю, почему они поставили несимметричные винты. То есть два винта смещены больше к навершию рукояти, я обычно это называю жопкой рукояти. А третий винт там, где и положено. Расцветки у этих ножей разные, размеры чуть-чуть разнятся, но оба они считаются абсолютно нормально бушкрафтом и сделаны из этой замечательной сталюки. Мне, кстати, эти ножи еще и напомнили скинду, потому что в принципе форма, вот так вот если на просвет смотреть на силуэтные обрисы, то примерно скинду и получается. Усковат, конечно, но мне лично напомнил. Да, кстати, производитель говорит о том, что всю осень, то есть до конца ноября, с этих 185 долларов вы можете получить еще скидку 10%, если закажете этот нож прямо у производителя. Ну, видимо, надо торопиться. Еще один фикс Ambush Yusa Brut. Это вот такое чудовище с высокими спусками. Почему чудовище? Потому что если я в фиксе O1 могу понять, то S3V для меня, честно говоря, непонятно. Даже колстилы маханули и делают сейчас реконы из S3V. Я не понимаю, зачем фиксу, тем более тяжелому, толстому, хорошие, дорогие порошковые стали. Могу понять это в складишках, но большой нож. Возьмите хорошую углеродку, возьмите какую-то уверенную железяку за адекватные деньги. Да не верю я, что этот фикс, ну, перережет, там, тот же аналог из того же O1. Не бывает такого. В моем понимании нож режет геометрией, а уж сталь-то совершенно вторично. Конечно, если мы не сравниваем, там, S125 и 420HC. Но вот в этом контексте зачем этому Ambush S3V, непонятно. Наверное, для того, чтобы оправдать ценник. Ценник у него почти 300 долларов. Мало того, у этого ножа еще и клиночек 95 миллиметров, а весь он 216. Это значит, что на рукоять-то приходится вот столько, а на клиночек и в разы меньше. Ну, не в разы, значительно меньше. Я, честно говоря, такую геометрию не очень жалую. Мне нравится, чтобы рукоять была меньше, чем клинок. Ну, для того он и фикс. А когда вот фикс, у него большая рукоять, да еще и маленький клинок, да еще и широкий, нифига не финского типа, еще и S3V, еще и 300-400 долларов в зависимости от используемых материалов на рукояти. Ой, не знаю, глазами нравится, но кошельку своему не дам в зубы точно. Еще одно чудовище за кучу денег – это 275 долларов за вот это вот танто. Называется он Tracklock от First Edge. Странный, непонятный для меня нож. Опять клиночек меньше 8 сантиметров и какой-то запатентованный замок. Вот зачем надо было на нож за 300 долларов, похожий на вот старые какие-то Смит Вессены, абсолютно какой-то Тимберлин за 20 долларов. Блин, глазами я это вижу. Придуман какой-то очередной замок. За него заплачены какие-то безумные 200 долларов нами с вами. И вдруг мы должны тоже вот за это каким-то образом платить. Что за зверь? Никому неизвестный, никому непонятный. Со странным замком по странной абсолютно цене. Его даже не извиняет то, что на клинке у него стоит Elmax. Уж у нас Elmax ставят все кому не лень. И вообще уже скоро будет считаться, что это ценовой диапазон той же самой D2 или даже 95Х18. Вот. Вроде Elmax лайнера у него из 440, так она тоже копеечная. И такая же G10 рукоять, как на любом другом складне. Но 275 долларов. Расскажите мне, за что платятся такие деньги в этом ноже? Напишите ниже в комментариях. Друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал в Ютубе и искать меня в соцсетях. Например, заглядывай в мой замечательный Инстаграм. Там уже больше 30 тысяч подписчиков. Каждый день кайфовые фотографии. Иногда даже случаются очень выгодные конкурсы. Друг Нажиман, подписывайся. Там правда очень интересно. Компания Fallen Oak Forge, наверное, сегодня позволит нам еще глубже пробить дно. Нет, наверное, мы не дно пробиваем, наоборот, покоряем вершины сегодняшних цен. Перед вами изделия этой самой компании, которые вот все из себя большие, все из себя красивые. С такими странными рукоятями под камень. Такие вот видно, что ребята с фантазией. Так вот, они сделали лопату. 805 долларов. Вот такая вот лопата. 7-миллиметровая сталь. Ж10-я огромная фактурированная рукоять. Вот 50 сантиметров такая хреновина. С вот таким вот копьевидным, собственно, жалом. 805 долларов за лопату. Называется она Тренч Дог. Как переводится, даже смотреть не стал. Но реально ценник просто выносит. Меня вывернуло наизнанку 805 долларов. Обычная саперка в таком вот модном дизайне. И ладно бы, как предыдущие, они пытались поставить какую-то хитрую столюку. Я бы сказал, ну ладно, вот здесь вот там крани дура такая, дура. А оказывается, это 1075 обычная углеродка. Причем даже не особо художественно травленная и вообще ничем не покрытая. Еще раз повторю, вы правильно услышали. 805 долларов за вот эту лопатку. Вы думали это все? Ничего подобного. От 1200 долларов до 1700 долларов. Отечественный нож. Это нож в серии Складень. Называется он Трабант. И сделал его товарищ Кукин. Земной поклон. Золотые руки. Никогда слова плохого не говорил. И, видимо, никогда не скажу. За что здесь такой ценник, видимо, мастеру виднее. То, что мастер высшего уровня и понимает, что делает, я буду говорить всегда. У Трабанта есть две модели. Это Трабант первый и Трабант второй. Первый интересен тем, что его конструкция сперва напоминает конструкцию бенчмейда ЛФК. Ну, она, в принципе, так и напоминает, потому что вот этот вот жёлоб, выдвигающийся из рукояти, держит режущую кромку клинка, который длиннее, чем рукоять. Но у бенча он просто прятался в рукояти в разложенном состоянии. А здесь же, когда мы раскладываем нож, то вот этот жёлоб, титановый, насколько я понимаю, закладывается на шарнире вовнутрь и является замком одновременно для фиксации этого ножа. Так как мы нож держим в руке, он никуда не разбалкивается, никак в жизни не соскочит. Это вам ни лайнер, ни аксис, ни фрейм. Никуда он деться не может, потому что это титановая хреновина, которая подпирает пятку клинка. Скорее всего, куча мастеров сопрут эту идею и запустят себе в производство. Вот точно уж эта идея долго единичной не останется. Второй нож, Трабант Малый, имеет похожие материалы, похожий вид, но этого уже коромысла нет. И там, вот если вы видите в видео, как мне кажется, некое подобие аксис лока, только с коромыслом на спине. Чтобы мы эти вот бонки не видели по сторонам. Со спины сдвинули и сложили нож. Раскладывается он обычным ногтевым зацепом, как бак 110. В зависимости от материалов, ножи эти стоят от 1200 до 1700 долларов. И еще один предмет, цены немалый. Слава богу, не знаю сколько стоит, наверное пару долларов. Но на момент создания этой новости все проданы. Это вот эта бусина. Мало того, что эта бусина на темляк и в виде абсолютно дурного черепка, не выдающегося никакой художественностью. Это бусина, гнездо под торкс. Всегда задавался вопросом, на кой хрен это надо. Но всегда носил с собой что-либо, во что можно поставить торксик и где-то покрутить. Теперь так делают и бусины. Вместо круглого отверстия в бусине шестигранное отверстие. И ее можно использовать как головку для этого самого торкс-ключика. Я так подозреваю, должен быть карман с этими торксами. Но уж с такой бусиной и в случае странного сбора экстренного какого-либо трансформера, нужно отстричь себе темляк, снять эту бусину, одеть торксик и где-то что-то покрутить. С одной стороны хрень несусветная, с другой стороны, казалось бы, были у всех бусины с круглыми отверстиями. Тут чувак озадачился и сделал шестигранное отверстие, в которое влезает Philips Torx. Как идея, кайфово, как инструмент, стопудовая дрень. С вами снова был Алексей Пономарев, рассказывал всякие интересные ножевые пономаревости. Смотрите меня два раза в неделю во всех мониторах страны. А этот выпуск со мной записывал нож Cold Steel из недорогих. Тот самый ProLight с клинком ClipPoint. Нож из немецкой Столюки, который они заявляют 4116 German Krupp. И вот таким вот замечательным бэклоком, который задолбывает всех, кто пытается его закрыть вот таким вот образом. В очередной раз, уже, наверное, в 50-е, рассказываю, что закрывается он все-таки за дальнее коромысло. Вот там вот нажимаем и вот так вот складываем. Нож требует привычки, но, тем не менее, стоит адекватных денег из очень хороших материалов. И чертовски интересно сидит в руке. Имеет кучу хватов, удобно упереться в спинку и строгать, рубить, резать. То есть нож недорогой, качественный и продается у меня на сайте.